Добрый день! Меня зовут Наталья Горбачева и я приветствую вас на канале о простой и полезной пище. Сегодня я буду готовить постный густой соус для заправки салатов. Назовем его майонезом. Этот популярный соус любим многими. Классический его рецепт подразумевает наличие таких ингредиентов, как яйцо и растительное масло. Но можно приготовить не менее вкусный соус, используя только растительные ингредиенты. В состав такого соуса могут входить, например, крупы, такие как фасоль, горох или рис. Данный рецепт будет с рисом. Для приготовления майонеза мне понадобится полстакана 100 грамм круглозерного или круглого риса, растительное масло, соль, горчица, мед и лимон. Горчицу я использую домашнюю. О том, как ее сделать, есть отдельное видео. Ссылку на него я дам в описании к этому видео. Наибольшее количество времени в этом рецепте требуется на приготовление риса, а сам майонез делается очень быстро. Поэтому рис можно сварить заранее, за пару часов до того, как вы планируете заправить блюдо соусом. В этом рецепте лучше использовать именно круглозерный рис, так как он впитывает больше воды и хорошо разваривается. К половине стакана хорошо промытого риса я добавлю полтора стаканчика воды. В данном случае пропорция будет 1 к 3. И поставлю кастрюлю на огонь. Рис быстро закипел. Я добавлю в него чайную ложечку соли, убавлю огонь до минимума и буду варить на очень медленном огне, не перемешивая, пока вода полностью не впитается в крупу. На это обычно требуется 20-25 минут. Кастрюлю с готовым рисом я сниму с огня и дам рису полностью остыть. 100 грамм вареного риса я отложила в отдельную чашку. Рис должен быть сухим, в нем не должно остаться лишней влаги. И теперь я приступлю к приготовлению майонеза. Я отмерила 100 миллилитров растительного масла. Я буду использовать два вида масла. Нерафинированное подсолнечное и оливковое. По 50 миллилитров. Хотя соотношение может меняться по желанию. Также можно использовать и один вид масла. Я налила в чашку блендера половину объема всего масла, то есть 50 миллилитров и добавлю к нему рис. А теперь аккуратно с помощью блендера я на малой скорости начну взбивать рис с маслом. Должна получиться вот такая однородная консистенция. Теперь я добавлю чайную ложку горчицы, чайную ложку меда. Мед я использую вместо сахара, так как он полезнее и смягчает горчинку, которая может появиться при использовании оливкового масла. И еще я отожму в столовую ложку сок лимона. Также добавлю в чашку блендера. И еще раз взобью. Майонез можно досолить по вкусу при желании, попробовав на соль. Но я этого делать не буду, так как во время варки рис я солила. И теперь, продолжая аккуратно взбивать, я буду небольшими порциями постепенно добавлять оставшееся масло. Постный майонез готов. Вот таким нежным и гладким он получился. Но если во время взбивания на каком-то этапе соус вдруг стал более жидким и начал расслаиваться, это не страшно. В этом случае его стоит перелить в отдельную чашку, дать постоять 5-10 минут, а затем с помощью венчика или обычной ложки взбить его до однородной консистенции. В такой соус можно добавлять свежую зелень или рубленый чеснок по вкусу. Приятного Вам аппетита! Если Вам понравился этот рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь им с друзьями, а также приходите на мой канал, подписывайтесь. И я приглашаю Вас на сайт едимкашу.ру